Ну вот, так как у нас время обеда, друзья, я все-таки зашла попить свой любимый кофе. Вот в этот вот старый Family Inn, как я вам сказала, вот он называется, видите, Horse and Groom и The Griffin. Почему-то два названия. Очень старый паб. Мне кажется, что вы уже тоже поняли, что из себя представляют старинные английские пабы. Я вам немножко покажу вокруг, посмотрите. Обстановка практически как везде. Вот это вот, вот такая вот именно атмосфера пабов, обстановка старинных английских пабов. Она, вы знаете, куда бы вы ни пришли, она примерно одинаковая. Вот видите, камин, как обычно у них. Два таких грифона. И я вот решила пересесть вот в такие великолепные кресла. Ой, как хорошо. И все-таки попить свой кофе. Сейчас вам кое-что расскажу, друзья, еще. Я сегодня хочу, вы знаете, что, ответить на некоторые вопросы, которые мне задают мои подписчики. И вот их у меня немножко накопилось, этих вопросов. И я, наверное, вот вам сейчас хочу рассказать. Может быть, сейчас выпью кофе, выйду и расскажу, пройдусь. Даже не знаю, как лучше, друзья. Я, кстати, даже не знаю. Я сказала, что это грифиты. Вообще, я что-то засомневалась. Вот смотрите. Типа какой-то собаки с крыльями, с чешуей. И с рогом на носу. Или это не собака? Кто это? Или это дракон? Смотрите, внизу хвост. Наверное, дракон. Друзья, даже я не могу сказать. Кто это? Что за животное? Тут такие два красивых стоят. Ума не приложу. Вот если это все-таки вот этот грифин, друзья. Но почему-то не похож. Потому что, смотрите. Это у этого грифина морда какого-то орла. А у этого грифина морда какой-то собаки. Хотя написано опять наверху. Видите, за грифин. Грифин, грифин. Может, и грифин. Не знаю. Как вы думаете? Скажите мне, пожалуйста. И вы знаете, что-то как-то мне вот мой рассказ. Хоть я и расположилась. Тут замечательно, удобно. Практически легла. Ну, что-то мне кажется, мой рассказ немножко. Здесь не получится вам что-то такое рассказать. Потому что очень шумно и много людей. Не знаю, друзья, будет ли вам интересно. Может быть, меня обсмеете. Ну, вот я никогда вам не показывала. Я хочу вам показать. Вот такие вот туалеты. В этих вот старых пабах. Вот две кабинки. Это леди. И такой же точно джинс. Вот. Вы знаете, что хочу сказать. Что туалеты, ну, не всегда, не всегда они большие. Но вы знаете, можно зайти в любой паб и спросить, где туалет. И вас пропустят, и вы сходите. Я помню, в России было невозможно найти туалет в центре города. Ну, то есть, вот, привет. Хотела вам себя показать. Но почему так вот, видите, не получается. Камера все закрывает. Ой-ой-ой. А вот у этого паба есть вот такой вот сзади сад. Можно тут посидеть на открытом воздухе. Очень красиво, живописно. Сейчас вот люди как раз прибывают. Это, вы знаете, время ланча. Я думаю, что сейчас будет все больше и больше лет. Ну, вот побывали мы с вами вот в этом Family Inn, который называется Griffin. Вот, я вышла вам его еще раз показываю снаружи. Это God's Hill, друзья мои. Пошли дальше. Посмотрите, какая машина, друзья. Видели? Старинная. Вот хочу вам еще что показать, друзья. Там у нас на Эллоу Вайте, вы знаете, были найдены всего лишь на всего, наверное, лет 20 назад кости динозавров. И вот в связи с этим сейчас у нас и музеи динозавров построены. И вот такие вот продаются черепа динозавров. И вообще, вы знаете, эту историю, здесь они ее очень-очень популярно разыгрывают для туристов, опять же. И вот эти вот, видите, на камнях остатки ракушек очень древние. Это настоящие. Это тоже у нас на Эллоу Вайте находят их. И они вот так потом продаются. Как вы видите, очень дорого. Вот кусочек камня 55 фунтов. А вот такой красавчик. Вообще 125. Это отпечатки настоящих раковин в камнях. Друзья, я вернулась в свой садик. Вот посмотрите. Все фонтаны включили. Я не знаю, почему так мне неудачно попалось. А посмотрите вот эту прелесть. Ее тоже включили. Посмотрите, как она выглядит шикарно. Боже. Это вот то, что я вам рассказывала. Каскад фонтанов. Представляете? Я не знаю. Может быть, они тут были выключены на обед. У них был перерыв на обед. Но что-то включили все фонтаны в моем любимом саду, друзья. А вот и здесь, пожалуйста. Вот и здесь, пожалуйста. Все фонтаны включены. Посмотрите. Это что у нас такое? Писающий мальчик? А вот это растение очень популярное. Вот оно похоже на лопух. Но не лопух. Оно огромное. Посмотрите, какие огромные листья. Оно ростом выше меня. Вот эти вот. Очень шершавые. Вы знаете, как наждак. Как называется это растение, я не знаю. Но здесь его очень много. Я все хочу где-то сесть в спокойном месте и рассказать вам историю, которую я хотела. Вернее, ответы на вопросы. Вы знаете, куда ни приду, везде шумно, друзья. Не знаю. Ну, я думаю, что, в общем, то, что я вам показываю, даже и просто так интересно посмотреть. Вот, посмотрите еще на вот этот коттедж, друзья. Видите, какая красота. Это вот чей-то прайват. Но он настолько красивый. Посмотрите, какие здесь фигуры. Видно вам? Нет. Это же просто супер-фантастик. Такие вот коттеджи у людей. Представляете? Вот, посмотрите, вот на этот дом. Опять же старинный. Но это не дом, так по-английски. Коттедж опять. С залубиной крышей. Ну, и вот, пожалуй, вот на последний холм я забралась. То, что я хотела вам еще в этом Готтс-хилл показать. До чего мне нравится вот эти вот, вот это место. Именно... Ой, устала, поднималась опять наверх. Хилл коттедж. И посмотрите вот сюда, друзья. Посмотрите. Вы видите, какой вид? Вот, может быть, даже где-то на открытках. Вы можете увидеть, когда пишут Готтс-хилл. Вот это место. Оно настолько красиво. И оно настолько знаменитое и популярно. Что, в общем, почти у всех. Здесь есть фотографии на этом месте. У меня, конечно, тоже. И вот я все равно. Много раз уже видела этот великолепный угол. Живописный. Но я все равно сюда с удовольствием прихожу. И смотрю вокруг. Вот и с вами я тоже сюда пришла. Посмотрите, друзья. Насладитесь этим великолепием. Вот еще раз вам показываю вот эту прелесть. Старинные коттеджи, соломенные крыши. И сзади черч, церковь. Сейчас пройдем с вами туда еще. И я вам покажу церковь. Согласитесь, что шикарно. Вот. Мне кажется, вам тоже должно понравиться вот это все. И я в восторге. И дай бог, чтобы они еще долго стояли, эти коттеджи. И радовали нас, посетителей, туристов. Вот там еще вдалеке коттедж виднеется, видите? С соломенной крышей. И вот этот напротив, с которого я начала вам свой обзор. Посмотрите, как красиво, друзья. Великолепно. Но жить там, вы знаете, я бы, конечно, не хотела. И вам бы никому бы не советовала. Посмотрите, какие малюсенькие окошки. И, судя по этим трубам, там отопление каминами. Темно и холодно, друзья. И сыро. Это только снаружи смотреть, наслаждаться. Ну и вот уже вид на эту старинную церковь. Вот так вот. Она выглядит. Сейчас ближе подойдем, я вам расскажу. Зашла внутрь этой церковушки наверху, друзья. Ну вот обычная она. Показываю вам ее внутри. Чтобы уже нам полное представление иметь. Вы знаете, я здесь ни разу не была. А вообще, вот мне интересно сразу то, что здесь, посмотрите, Христово распятие наверху. Прямо как в нашей ортодоксальной церкви. Обычно в католической. Наверное, распятий таких нет. Не могу ничего сказать и не у кого спросить, почему так. Посмотрите, какие шикарные витражи на окнах, друзья. Ну, вообще так, кое-что, конечно, можно посмотреть. Интересно. Не ходите по карпету, поэтому. Что с карпетом, не знаю. Никто мне не рассказал. Так, вот видите. Здесь какой-то святое опять стоит. А здесь захоронение. Посмотрите-ка. Вот такие тоже гробницы. Ну, это трудно даже и сказать, кто это тут такие. Наверное, какие-то знатные семьи. Мне нравятся. Они мраморные, друзья. Как я понимаю, это рыцарь какой-то английский. Потому что, вот смотрите, что я увидела. Здесь его герб рыцарский. Вот еще один герб и вот еще один герб. Ну, больше ничего, к сожалению. Слушайте, так интересно. Мне вот это вот, не знаю, как вам. А мне вот эти все церквушки. Вот с таким полом, видите. С этими такими браморными гробницами. Мне напоминают Кот да Винчи. Может быть, что-то тут и спрятаны. Какие-то клады. Представляете, как здорово. Вот какого года постройки эта церковь, я не знаю. Вот я увидела плиту, видите, 1703 год. А там еще старея какая-то. Вот не знаю. Вот еще наверху мне, по-моему, представляется интерес, что за картина. А здесь такой маленький орган. Ничего особенного, в общем-то. Ну и вот мы входим. Посмотрите, какая дверь, друзья. Такое впечатление, что здесь прятались нашествия. В этой церквушке дверь входная, жуткого вида. Ну а я выхожу из этой двери. Посмотрите, боже, я ее открыть не могу. Какая она тяжелищая. Так, выходим, друзья. Ну вот, я нашла. Посмотрите, Готсхилл Черч. Называется Лили Кросс Черч. 1350 года постройки. Вот так, друзья. Называется Черч Фоллов Хисторик, как они всегда говорят. Полна историй. И посмотрите, какой вид. Это вот Черч. Церковь стоит на самом холме. Это все Готсхилл, друзья. И, как обычно, вокруг нее симметрия. Кладбище старинное также. Здесь ветерок. Извиняюсь, если плохо слышно будет. Но ничего, опять же, не могу сделать. Вот, посмотрите, какая прелесть. Эту церковь видна отовсюду. И я ей 700, больше 700 лет от роду. Ну и вот еще, что я вам хочу показать. Популярная вещь такая. Это вот, я так понимаю, солнечные часы. И что-то еще, наверное. Поясните, кто знает. Очень старая, наверное, это вместе с церковью. 700 лет постройки. Видите, как красиво. Очень красиво. Впечатляет, что такая старина, друзья. Ну и вот такой вот последний вид на эту черчь, на эту церковь. Это, наверное, пожалуй, последнее место, которое я вам хотела показать в этом Готсхилл-виллэч. Сейчас попробую спуститься вот по этой вот жидкой лестнице. Это я все еще возле этой церкви. Ну вот, согласитесь, друзья, что фантастическое место я сегодня вам показала. Готсхилл-виллэч. И вот вы знаете, сколько я здесь бываю. Бываю очень часто. И не устаю наслаждаться. Не перестаю наслаждаться этим местом великолепным. Потому что, во-первых, история какая, представляете. Вот я вот даже думаю, опять же, вот эта церковь 1350 года постройки. А у нас есть что-нибудь подобное в России? Вот такое вот старинное. Больше 700 лет. Мне интересно, мне кажется, нет. Вот в Англии, это же как они смогли это все сохранить? Наверное, потому что все-таки они были на острове. И у них интервенции практически не было. Ну вот, друзья. Наверное, все, что я вам хотела показать в Готсхилл. Пожалуйста. Уж вы меня простите, друзья, что я схватилась вам что-то рассказать, ответить на ваши вопросы. Но я ничего не смогла. Но я думаю, вы на меня не в обиде. Мы с вами еще об этом поговорим. И я отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. А сегодня, просто я думаю, мы с вами насладились еще одним великолепным местом. Готсхилл Виллэдж на нашем острове Айло-Уайт. Всем желаю хороших выходных. Всего доброго. Увидимся. Услышимся. Пишите ваши комментарии, друзья. Не забывайте смотреть рекламу, пожалуйста. Чтобы я могла купить себе новую камеру и снимать более качественно для вас всю эту красоту. Пока-пока.